Итак, здорово, ребятки! Сегодня у нас будет новое видео, которое называется Обзор колоды вслепую. И сегодня мы с вами посмотрим просто на шикарнейшую колоду игральных карт от Illusionist, которая называется Artifice Gold. Сразу же небольшая предыстория про неё. Дело в том, что её ранее могли купить только те, кто относился к чёрному клубу Illusionist. Это прям вообще элита Illusionist, избранные избранных. Но потом эта колода несколько раз ещё появлялась на официальном сайте. Короче говоря, стала более доступна. Но сейчас, если у вас есть такая колода, значит вы настоящий коллекционер. Ну действительно готовы отдать большие деньги за такие карты. А эта колода стоит достаточно дорого. Если вдруг у вас есть желание, можете перейти по ссылочке, посмотреть эту колоду. И если захотите, понятное дело, купить. Но она только по предзаказу. То есть вы платите либо полную, либо половинную стоимость данной колоды. Но я лично для вас её заказываю. Короче говоря, она очень красивая. Как мы видим, у нас есть чётко чёрный матовый цвет и золото, которое блестит очень-то красиво. Итак, смотрим. Боковая часть. У нас здесь написано Artifice Playing Cards и покрытие Performance Coating. Снизу у нас есть год 2013. Где эта колода была произведена? Это United States, короче, Playing Card Company. Далее у нас есть Ellusionist Playing Card Company. И сверху у нас, короче говоря, ничего интересного. Это у нас задняя часть коробочка, которая показывает нам саму рубашку данной колоды. И вот здесь мы ещё смотрим. The Black Club надпись. И ещё вот такие вот звёздочки. Короче говоря, давайте мы перейдём. Данная колода, она ко мне пришла с частной коллекции. То есть очень хороший парень сказал, типа, да чё она у меня лежит? Вот бери её себе. Типа, будешь ей радоваться. Классная колода. Ну, понятное дело, я её себе взял и радуюсь. Вот мы видим здесь, опять же, два Джокера для фокусов. Один с Тузом Черви, второй без Туза Черви. Типа, как для фокуса с предсказанием. Далее поехали. Это у нас Туз Пик. Пошли двоечка Пик. Мы видим вместо чёрного, здесь у нас золото. Ну, понятное дело, куда здесь прилепить чёрное на чёрном? Было бы, понятное дело, глупо. Далее у нас тут вот такие вот стандартные, как для Artifice лица. Плюс ещё с золотом всё сделано. Так ещё с серебряночкой тут есть элементы. Красные, это у нас, понятное дело, красные карты. Так, проходим до валета. И далее поехали. Дама, король. И опять пошло у нас чёрное золото. На самом-то деле, я не знаю почему, но в последнее время очень полюбил золотой цвет. И не знаю, с чем это связано. Вот, например, мы видим Artifice Black Club. Это у нас прям прорисованный такой вот Туз. Несмотря на то, что вроде бы у всех карт прорисовывается именно Туз и Пик. Ну, а здесь каким-то чудом прорисованы именно Туз Крести. Честно, я сейчас немножечко в недоумении, поскольку я до этого не видел этого Туза. И сейчас просто в шоке, какой он красивый. Ну, ладненько. Далее поехали. У нас опять же золото, серебро, белый цвет, красненький. И всё. Также ещё здесь у нас в комплекте идёт вроде как даблбэк и рекламка. Но этих карт, к сожалению, у меня нет. Значит, данная колода, единственный минус у неё это цена. Да, она дорогая. Но за дорого вы получаете. Ну, во-первых, это очень крутую, качественную колоду. Очень ценную, редкую. Ну, и плюс ещё такую золотую. Например, я золото люблю. И вот это, блин, сочетание золота с чёрным мне очень нравится. Так же, как и белое с золотом. И вот я вообще что-то это заметил в последнее время золото. Прям вообще прям люблю-люблю. Не могу. В общем, ребятки, вот такая была колода. Мне она понравилась. Карты сами по себе очень мягкие. Ну, реально прям мягкие. А почему мягкие? Для всяких различных читерских движений. Чтобы это было проще сделать. Там Second Deal, Bottom Deal и так далее. Собственно говоря, на этом у нас мы заканчиваем всё. Обзорчик. Пишите в комментариях, как вам эта колода. Нравится, не нравится. Какие карты вы ещё хотели бы увидеть в обзорчиках. А у меня на сегодня всё. Всем спасибо. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока.